Мы уже успели привыкнуть, что под именем Great Wall Hover предлагаются полноразмерные внедорожники Однако, этой весной у Great Wall появилась новинка Компактный кроссовер Hover M2 Автомобиль приковывает внимание своей необычной угловатой внешностью Кубический дизайн определенно понравится индивидуалистам Которых хлебом не корми, дай выделиться из толпы А люди практичные, несомненно, оценят повышенный дорожный просвет модели Небольшие свесы и пластиковый обвес При цене от 519 тысяч рублей Hover M2 приходится конкурентам Kia Soul, Citroen C3 Picasso, а также Renault Duster Интерьер впечатляет не меньше внешности Не побоюсь назвать этот автомобиль стилягой Безусловно, самый яркий элемент в салоне расположенная по центру панель приборов Состоящая всего-навсего из одного кругляша Хорош салон из точки зрения практичности У нас на тесте побывала самая продвинутая версия Elite в практически полном оснащении Но больше всего удивляет запас пространства на заднем ряду От автомобиля подобных размеров такого простора никак не ожидаешь Автомобиль снабжается только одним вариантом двигателя Полуторалитровый бензиновый мотор развивает 99 лошадиных сил А это значит, что транспортный налог будет скромным При этом тянет он неплохо Автомобиль уверенно ускоряется даже при вполовину выжатом акселераторе Другое дело, что при затяжных подъемах и обгонах двигателя уже не хватает И приходится переключаться на одну, а то и две передачи вниз А вот экономичность порадовала На 100 километров машина съедала примерно 8 литров топлива К тому же в бак можно заливать сравнительно недорогой 92-й бензин А вот неожиданное открытие У М2 энергоемкая подвеска Я мчусь по ямам, а никаких пробоев нет и в помине Для наших дорог это то, что надо При этом оригинальная компоновка Водитель сидит практически над передними колесами Позволяет прекрасно чувствовать автомобиль и на ровных дорогах Высокий центр тяжести, конечно, увеличил крены Но не до такой степени, чтобы ощущать дискомфорт Кстати, тестируемый М2 переднеприводный А вот версии с полным приводом появятся в России чуть позже Интересный у китайцев получился автомобиль Стильный, компактный Добавить бы ему более мощный двигатель Цены бы ему не было